С 16 по 20 апреля наш город впервые принимает участников соревнований по хоккею Россия-Беларусь. Эти старты являются первым этапом спартакиады союзного государства России и Беларуси для детей и юношества. Торжественное открытие соревнований состоялось в Центральном дворце культуры «Созвездие». В церемонии открытия соревнований приняли участие руководители союзного государства России и Беларуси, министерств спорта обеих стран, а также Дмитровского городского округа. Они поздравили ребят и зачитали приветствие от государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты, от министров спорта России Павла Колобкова и Республики Беларусь Сергея Ковальчука. Вплотят вас, приведут к новым спортивным достижениям, послужат дальнейшему развитию хоккея в Беларуси и России. Уверен, что всем вам надолго запомнится этот яркий молодежный праздник, продолжающий лучшие традиции российского и белорусского спорта. Желаю участникам соревнований успехов в учебе, новых впечатлений и убедительных спортивных побед. Государственный секретарь союзного государства Григорий Алексеевич Рапотов. 75 лет освобождения Беларуси. На следующий год мы будем праздновать 75 лет победы в Великой Отечественной войне, когда наши народы плечом к плечу отстаивали свободу и независимость нашей Родины. И сегодня своим трудом, своими спортивными победами мы должны доказать о том, что мы достойны подвигов наших прадедов. И сегодня, встречаясь на спортивных арендах, вы должны подружиться, обязательно выстроить систему взаимоотношений на будущее. И очень хочется, чтобы вы были счастливы и чтобы у нас с вами было мирное небо над головой. Мероприятие было проведено на высоком уровне силами специалистов Дворца культуры созвездия. Патриотические нотки празднику придали выступления дмитровских кадетов, актеров детского театра «Колесо», хореографических ансамблей «Сюрприз», «Славичи» и «Светлячок». Традиционное уже мероприятие с 2003 года, оно проводится решением Совета Министров Союзного Государства. Кроме спортивных состязаний в разных видах спорта, здесь еще обязательное условие, культурная составляющая и патриотическая. Это возложение цветов к вечному огню, посещение мест боевой славы, экскурсии по тем местам, где проводятся мероприятия. Совместное размещение команд для того, чтобы после спортивных состязаний была возможность пообщаться и подружиться. После торжественного открытия соревнований юные хоккеисты возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Все хоккейные матчи, включая групповую стадию и финальную часть соревнований, в эти дни проходят в Центре хоккея и Ледовом дворце Дмитрова. В соревнованиях принимает участие 158 школьников 2005 и 2006 годов рождения, которые определят чемпиона и призера в течение четырех состязательных дней. За награды сражаются 8 команд мальчиков из Минска, Минской и Гродненской областей Республики Беларусь, Приморского края, Республики Татарстан, Московской и Вологодской областей Российской Федерации. Первенство в рамках спартакиады назовет не только сильнейшие команды, но и лучших игроков в различных номинациях. Последующие три этапа спартакиады 2019 года пройдут в белорусских городах в Бресте и Молодечно, а также в российском Сочи.